Разгон от нуля до 100 километров всего за пару веков. Магнитные полюса Земли всё быстрее меняют своё местоположение. Раньше сдвигались на 50 километров в год, сейчас на 100 с лишним. И это весьма тревожит британских учёных. Магнитный северный полюс Земли нестабилен. Он перемещается, и мы наблюдаем это уже давно. Но скорость... Раньше он находился в Канаде, теперь стремительно движется в сторону Сибири. Магнитный полюс уходит в Россию. Это данность. Проблема в другом. Северный и южный магнитные полюса вообще поменяются местами. Инверсия, переполюсовка на научном сленге. Пока она идёт, магнитное поле Земли ослабевает в целом уже минус 10% и стремится к нулю. Сильное магнитное поле Земли удерживает на планете воду, защищает нас от радиации. Когда оно ослабевает, это наносит сокрушительный удар по нашей высокотехнологичной цивилизации. Первый звоночек с околоземной орбиты спутники Европейского космического агентства зафиксировали сбои в работе аппаратуры. Слабеет магнитное поле, сильнее бьёт солнечный ветер. Потенциально могут пострадать объекты энергетики, системы связи. 20 секунд видео. Учёные с острова Вайгач отправляли нам 4 часа. Что там с магнитным полюсом на полярной станции? Все приборы у нас как работали, так и работают. Сбои в перебоях тоже мы не замечали, не наблюдали. По самочувствию можем сказать, что ничего такого. Для обывателя самый острый вопрос, а как же навигация, GPS, сдвиг полюсов, сведёт компас с ума? Моряки уже несколько столетий составляют такие карты магнитных склонений. Как магнитные силовые линии расположены в близи земной поверхности. Я сам инверсию не переживал. Это потому, что геофизик Роман Веселовский младше 800 миллионов лет. Тогда магнитные поля планеты менялись в последний раз. Уровень радиации вырос втрое. Но не было человечества, чтобы оценить влияние. Сейчас радиационный фон очень слабый. Если его увеличить в три раза, это тоже будет не очень критично. Не так страшно. Это будет более критично для космонавтов, которые работают, скажем, на орбите. Поскольку там радиационный фон увеличится уже в 10, а то и больше раз. Метеозависимые люди будут сильнее реагировать на магнитные бури. Жители даже центральной части России будут наблюдать красивейшее полярное сияние, как сейчас в Арктике. Но едва ли это застанут ныне живущее поколение. Процесс смены магнитных полюсов длительный сотни и даже тысячи лет. Мы будем следить за развитием событий.